Так, ребят, давайте быстро по матчу, потому что на самом деле матч получился простой для Локомотива, такие матчи несложно, нету большого смысла разбирать, нету большого смысла много каких-то слов говорить. У Локомотива перед матчем исчезает Исидор, я про это бомбил перед началом трансляции, что у нас с медициной, что мы постоянно теряем ключевых игроков и постоянно играем каким-то полуторным составом, даже близко не составом, который к основному приближен. Вот на данный момент у нас нету Фасона, центрального защитника, который был очень хорош в первых турах, у нас нету Жемаледдинова, лучшего игрока прошлого сезона, и вот внезапно пропадает Исидор, который лучший бомбардир прошлого сезона вместе с Рефатом. И, ну, трех человек нету, да, учитывая, что еще до этого Кухта уехал, до этого еще там всякие события происходили, там, Нинахов травмирован, мы не играем составом, даже близко похожим на основной. И, конечно, это будет создавать проблемы, вот в этом матче не сказалось, но это будет создавать проблемы и никуда от этого не деться. При этом Локомотив продолжает играть более-менее по своим лекалам. Четыре защитника, два опорника, один чуть ближе к своей штрафной, другой чуть ближе выдвинут к чужим воротам. Два фланговых игрока, которые играют довольно узко и, ну, вбегают в полуфланги между крайним центральным защитником, это Каманой и Керк. И, нет, что-то я напутал. В этот раз не было двух нападающих, напекло голову. Короче, был Антон Миранчук, который разводил мячи из центра, и Игнатьев, который бежал и собирал их. Кто из игроков вот этой двойки, Каманой и Керк, был нападающим, периодически менялись. Каманой был периодически на острие атаки, периодически Керк был на острие атаки. И Антон Миранчук тогда, наверное, был ближе к левому краю. Вот. Но это все равно были ближе, наверное, вот центральные полузащитники. На острие блистал Иван Игнатьев. Наконец-то мы, еще в матче с Химками это началось, но сломалось арбитром, который решил удалить Мампаси. Наконец-то мы начали делать вертикальные передачи. Это было заметно прямо с первых минут, что вообще не стараемся держать мяч, не стараемся катать его. Пофигу на владение мячом, мы стараемся давать передачи вперед. Ну и, собственно, это сыграло раз, Игнатьев забил. Это сыграло два. Второй гол в этой всей игре, в этом всем матче мне нравится больше всего, потому что это просто красивая атака. Это просто атака, в которой Локомотив сыграл комбинационно. Да, отдали пас налево, Тикнезиан не смог зацепиться, мяч попадает к Антону, Антон кидает Тикнезиана в штрафную, Тикнезиан поперек и забивается гол. Вот такие голы я больше всего люблю, потому что они показывают, что у Локомотива есть качество игры. Действительно, понимают, как забиваются голы в футболе. Не вот это вот постоянное подсовывание мяча друг к другу на расстояние трех метров, а пускание игроков в штрафную, и с штрафной ты уже делаешь эти передачи. Ну и третий гол, это заброс Худякова, Игнатьев убегает. Важный, на самом деле, очень важный гол, потому что сразу после второго Оренбург нам забил. Весь правый фланг нашей обороны играл ужасно, первый тайм. Потому что Живоглядов не добегал ни вперед, ни назад, едва не мог ему помочь подстраховать, а Керк играл в атаке и тоже особо назад не бежал. Во втором тайме выпустили Мардешвили, и проблемы с правым флангом исчезли вообще. То есть Мардешвили закрыл эту проблему, Мардешвили стал играть близко к сопернику, и вот этих вот опасных передач, которые проходили у Марины в первом тайме, их уже просто не было. В целом, Локомотив уверенно провел матч, дальше был гол Керка, дальше был пенальти на Раканьяца на 94-й минуте, который реализовал Антон Миранчук. Спокойная игра, во втором тайме были моменты, были подходы у Оренбурга. Локомотив так немножечко в энергосберегающем режиме начал играть. Локомотив сделал несколько замен, в том числе там Райкову дал 20 минут, Раканьяцу дал 30 минут, заменил Игнатьева уставшего. В общем, получают игровое время наши молодые ребятки. Богомаев дебютировал, хотя я не уверен, что он хоть раз мяч вообще получал. И спокойно довели матч до победы, выбегали еще несколько раз, смогли еще забивать голы. И Раканьяц мог сам лично забить, и Мардешвили отличный удар сделал, мог забить. Но агол Керка начался с блестящего перехвата Артема Карпукаса. Фантастический парень, растет. Просто все минуты, 70 минут на поле, которые мы наблюдали Карпукаса, я восхищался его действиями. Как он постоянно отбирает, как он постоянно перехватывает. Там должны быть сумасшедшие цифры по статье для опорника. Мне безумно нравится, как играет Карпукас. Это будет голосование по лучшему игроку Августа. Я надеюсь, что все проголосуют за Карпукаса. Сейчас, конечно, хитрик Игнатьева может людей с панталыку сбить, но я надеюсь, что все проголосуют за Карпукаса. Это феноменальный уровень игры, просто потрясающий. Наши голы начинаются с перехвата в Карпукаса. Собственно, вот, ну а о чем тут говорить? Локомотив добыл вторую крупную победу подряд. Были повержены Химки, был повержен Оренбург. Дальше Ахмат, насколько я помню. Надо выигрывать, надо забирать еще три очка. Возвращаться в игру, возвращаться в турнирную таблицу. Вроде как оптимизм появляется. Вроде как сейчас Локомотив начал играть в качественный футбол. То, что было с Зенитом, с Краснодаром, ушло в небытие. Проблемы, которые были у Локомотива на старте с Нижним Новгородом, с Ростовом, тоже немножечко ушли в небытие. Понятное дело, что соперник Ростов, например, гораздо сильнее, чем Оренбург. Но сейчас Локомотив гораздо более нацелен на ворота. И это приносит результат, потому что... Ну, просто потому что у Локомотива сильные ребята собраны. Если еще мы с составом разберемся, если мы с тем же, например, Живоглядовым что-нибудь придумаем, будет хорошо. Жалко, конечно... Ну, вот Костя Мардешвили на правом фланге, потому что Костя нужно давать играть. Ну, выглядит каким-никаким выходом из этой ситуации. Там еще Нинахев должен поправиться, может быть, его будут использовать. Ну и нужны новички. Митай уже в России, уже представлен вчера. Ждем нападающих, ждем центрального полузащитника. Ну, опять же, вот по этой игре, ну... Сильно нам нужен центральный полузащитник? Ну, может быть. Чтобы Куликова можно было со спокойной совестью отдать. Так. Что мы... Что мы... По вашим комментариям. Игра, может быть, даже в Золотой Риттенберг войдет в итоге. Золотой кто будет? Бори-то нет. Золотой Риттенберг это навсегда с нами. Но игра точно одна из лучших за последние, там, 2-3 года 100%. Так, что еще было? Раконец провел свой лучший матч за Локу при условии, что сыграл ни о чем. Статуя его в студию. Провил разок, отдал разок, разок продержал, получил по ноге, стоя 3 секунды на месте. Но он не просто получил по ноге, стоя 3 секунды на месте. Он входил в штрафную, поставил ногу и загребал дальней ногой мяч в штрафную. Ну, такой вот дриблинг от высокорослого игрока. И получил по опорке. Это хорошее действие. Это не просто стоял и вдруг получил по ноге. С Ахматом опять будет рубка. На самом деле Ахмат вот для такого локомотива, Ахмат удобный соперник. Посмотрим, конечно, как оно будет, но... По идее проблем не должно возникать. Это вот для предыдущего локомотива, который как раз на единоборствах играл, там рубка должна была быть. А здесь быстрые атаки, быстрый вертикальный футбол, постоянное разворачивание соперника лицом к своим воротам. Вот как раз в таком футболе Ахмат теряется очень сильно. Талалаевский. Но посмотрим, как бы матч на матч не приходит. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Смотрю на Карпукаса и не понимаю, почему многие переживали об уходе Мухина. Карпукас выглядит гораздо более совершенно футболистом уже сейчас. Ну так они же не знали, что есть Карпукас. Пережив... Ну вот я всегда людям говорил и тогда, и сейчас, и в предыдущей, что... Ну не надо бояться отпускать игроков. Ну не хочет игрок за нас играть. Ну и ладно. На место Мухина уже тогда пришел Бабкин, который был ничуть не хуже. А на место Бабкина пришел Карпукас, который вообще шикарный. Действительно гораздо более умный, тонкий, техничный и при этом цепкий футболист, чем Мухин. Да, потому что и вперед отдать, и на перехвате сыграть. Гораздо все... Вот каждый скил лучше, чем у Мухина. Не надо этого бояться. Ну хочет уйти, значит должен уходить. И по Петрову будет то же самое. Если именно Петров решил, что нужно покидать Локомотив, получать игровую практику. Ну не нужно этого бояться. Ну вот значит будем с Богомаевым играть, будем Раковым играть, будем Батракова подтягивать. Этот конвейер, он не останавливается ни на секунду. Каждый, за каждым игроком, который у нас есть, приходит следующее поколение. Мы вот все время боимся этого. Мы все время боимся, что... Блин, ну вот этот вот точно был последний качественный футболист, больше таких никогда не будет. Но это неправда. Сайенс был первым, но темпа нет, его обогнали в легкую. Ну не мудрено, что он был первым, учитывая, что Ферстаппин с какой-то там 15, 16, 20 позиции стартовал. Ну да, просто укатили ото всех редбуловцы. Игнатьев набрал 17 очков в туре Фэнтези РПЛ. Он в команде у 0,7% игроков. Ну кто-то значит брал его. У Игнатьева второй самый быстрый хэт-трик в истории РПЛ. Игнатьев 9,4 с оффоскор. Игнатьев хорошая замена Феде и Кухте. Ну, мы с первых же матчей Игнатьева отмечали, что он играет качественно. Вот Игнатьев играет качественно в той модели игры, которая Локомотиву нужна. Сегодня он начал забивать. Моменты, если у него есть моменты, он реализует. Окей, меня такой Игнатьев устраивает. Хороший нападающий. В целом позиция именно девятки, окей, для меня закрыта. Пускай Игнатьев играет. А дальше, наверное, нужна позиция игрока нападения, который тащит мяч на дриблинге тогда. С этим бывают проблемы. Вот Команон сегодня несколько раз попытался протащить мяч на дриблинге. Каждый раз в первого же защитника утыкался. Как тебе гол Бека-Бека за Ниццу? Отличный гол. Молодец Бека. Видно, что немножечко на шару пробил. Хорошо мяч лег. Но в целом не удивлен. Бека умеет бить поворотом. Это еще когда он в локомотив переходил, я в нарезочке с матчей Олимпийских игр показывал, что Бека несколько раз приложился очень неплохо поворотом. У нас ему не везло, но и у нас тоже были несколько хороших ударов. Нужно игрока вместо Комано искать хотя бы на замену. Ну вот согласен, что вот игрок типа Комано, который может действительно протащить мяч, сыграть на острие нападения, который именно на технике будет что-то создавать, что-то придумывать, отдавать передатчики скрытые. Нужно, что Комано пока хорош в конструктиве, а так, вот как центральный полузащитник, но как на острие, что-то прям вообще не то. Ему шикарную передачу выдали, он ее принять не смог. Бедного Технезиана второй голевой передачи лишили. Он, конечно, и сам себя второй голевой решил, когда на Антона не отдал, а решил пробить в ближний угол, но тем не менее. Смотрел ли когда-нибудь канал Фабрика Футбола? Нет, я не смотрю Барзыкина и в целом вообще не смотрю футбольный ютуб, кроме каких-то, ну, действительно значимых вещей, типа там некоторых расследований Красавы, некоторых роликов Вити Кравченко. Кравченко, конечно, большой молодец, огромную работу проделывает и, ну, ролики хорошо сделаны. Вот, а всякие вот эти вот аналитические отделы от балаболов, типа меня, я много раз вам говорил, что я вообще не понимаю, как вы это смотрите и зачем вы это смотрите. Я-то таким образом хотя бы пар выпускаю и свой дефицит общения на футбольные темы, а вы, вы же можете просто выйти на улицу и пообщаться с людьми, в отличие от меня. Но я все равно вам рад, все равно вы большущие молодцы, что приходите, смотрите меня. У нас сегодня достаточно большой онлайн, спасибо вам всем. Ну что, будем делать перерыв? Не будем делать перерыв? Как относишься к Дмитрию Егорову? Это который Едим Спорт, который сейчас уже в медиафутбол ушел с головой? Да тоже никак не отношусь. Когда он был журналистом, мне не нравились его статьи, они были ангажированы совершенно точно. Ну то есть до объективности там было очень далеко, как вот у Глеба Чернявского сейчас. Да, человек немножко эпатирует и любит себя в журналистике, а не журналистику в себе, если можно так выразиться. Но как медиафутбольная фигура, он меня вообще не особо интересует. Путевые заметки не спросил, где Зинович? Насколько я знаю, нет. Тим привет, сколько по-твоему должны заплатить за будущий трансер Карпукаса, если он состоится в топ-клуб, чтобы не было мыслей о том, что продешевили? Не знаю, сложно сказать, но очевидно стоит много, больше 10 миллионов, может быть 15 миллионов. А так, ну сколько дадут, а там смотришь. Готов ты его отпускать или не готов? Можешь ты найти замену Карпукасу за эти деньги или не можешь найти замену Карпукасу за эти деньги? Ну в целом я думаю, что если Карпукас продолжит в таком же духе, если его начнут вызывать там в сборную России, то вполне можно дождаться какого-нибудь оффера миллионов на 20. Вряд ли выше, потому что в принципе трансфер из России не стоит выше 20 миллионов. И нету проверки Еврокубками, нету проверки там на чемпионате мира, но в целом я готов в это верить. Тип, как думаешь, Тудроц и Амкал пройдут своих соперников в кубке? У Амкала очень высокие шансы пройти своего соперника в кубке, у Тудроц минимальные. При этом я смотрел коэффициенты, на Амкал там чуть ли не пятерку дают, мне кажется это подарок от букмекеров. И если кто ставит, то в принципе может поставить там на Амкал с плюс один или что-нибудь в этом духе. Потому что соперник у Амкала это полуразваленная команда. Команда, которая еле-еле вообще играет, ноль мотивации и ноль сильных футболистов. ФК Тверь. Команда хуже, чем та, которую Амкал уже прошел. Захарян в Челси напрашивается Карпукас в Барселону. Но мы уже много шутим о том, что Карпукас идеальная замена Бускетсу. Может быть и не шутим, как знать. Какая сейчас стата у Карпукаса? Ну давайте на этом, на РФПЛе посмотрим. Там, правда, стата, она потом немножечко еще редактируется спустя некоторое время. Поэтому не совсем она стопроцентно точная. Например, сейчас у Ивана Игнатьева 256 инстат индекс. Я вас уверяю, что завтра там будет больше 300 инстат индекса. Но пока так. Иван Игнатьев 256, 3 удара, стопроцентная точность, 8 точных передач из 10. 10 передач в общем точных. И при этом, ну, лучший игрок матча. Создал 2 голевых момента. На втором месте Антон Миранчук. 1 гол, 1 голевая, 3 удара. 30 точных передач из 36. Всего 1 ключевая. И она, по их мнению, не точная была. Видимо, голевые передачи не считаются ключевыми. Странная история. 11 единоборств, 45 успешности. На Эрте Князян на третьем месте по инстат индексу. Провел 90 минут на поле. 98. 38 передач. Из 43 тоже высокий процент. 88. 3 ключевых. 3 из них успешных. 16 единоборств. 50 процентов хорошести. Ну и вот Артем Карпукас. 77 минут. 37 передач. 90 процентов точности. Если вы видите процент передач 90, то это Карпукас. Вот он умудряется держать эту планку на невероятно высоком уровне. 0 ключевых, 0 точных. 18 единоборств с успешностью 72. То есть, смотрите, у него 18 единоборств. Это почти самые успешные, ну, почти самые вступающие единоборства, кроме Керка. Но у Керка 32, меньше третий единоборств. Да, из 19, 6. А у Карпукаса 72 процента. То есть, он 2 трети единоборств. Даже больше 2 трети. 3 четверти практически. Завершал отбором. Круто. Очень круто. Керк, Раков, Макеев. У Ракова, кстати, 2 передачи из 3. Зато 6 единоборств успел воткнуть 67 процентов успешности. У Раканьяца 6 единоборств 33 процента успешности. Да, то есть, Раков борется за мяч успешнее, чем у Раканьяца 2 из 6. У Ракова 4 из 6 успешных. И у Раканьяца 3 точных передачи из 8 попыток. Зато одна хорошая под удар. Как тебе, Мара, справа? Матч хороший, но не использует все сильные качества Мардершвили. 9,2. Иван Игнатьев. Добро пожаловать. Керк, 8,3. Худяков, 8,5. Когда такие оценки у Локомотива были в последний раз? Охренеть. Просто охренеть. Карпукас 7,8. Тоже высокая, на самом деле, оценка. Отборы. 10. Карпукас. 10, мать его, отборов. Это фантастика. Ну, один перехват. Видимо, все перехваты в отборы ему засчитали. 100%. В 10 отборов вступил, 10 отборов сделал. Ну, по перехватам у Хускорда немножечко, ну, нужно... Короче, непонятно, как именно считает перехваты Хускорда. То, что вот мы видели, я считаю перехватами, а Хускорда, видимо, засчитывал как отборы. Ну, то есть, смотрите, если мы возьмем, там, не знаю, премьер-лигу и матч, там, Спартака, Динамо и Сочи. И воткнем стату по отборам. 1, 2, 3, 4. Нифига себе. Это факел Спартак. Динамо. По отборам. 1, 1, 1, 4. У майги с нижним. Вау. Фомин 4. Вау. Сочи с химками. Отборы. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10. У Карпукаса 10. Это больше, чем в два раза больше, чем у любого из предыдущих игроков в российской премьер-лиге. Какую-нибудь английскую премьер-лигу включить, там, какой-нибудь, не знаю, Челси с Лестером. С победой. Отборы. 1, 3, 5, 6. 6 у Телеманца. То есть вы видите, что нет таких цифр. Акела, спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Нету таких цифр. Вот нету. 10, чтобы 10 отборов было. Карпукас показал. Спасибо огромное. Спасибо Акела. В прошлом матче 14 отборов. Много. Тоже много было. 100%. 10. Тоже 10. То есть два матча подряд. Это не случайность. Челл два матча подряд выдает под 10 отборов. И еще и 4 перехвата в том матче сделал. 14 это в сумме, видимо. 10 плюс 4. 10 плюс 4. 10 отборов, 4 перехвата. Здесь 10 плюс 1. Я не знаю, но это феномено. Это просто феномено. За полтора тайма. Да, согласен. Это еще и не весь матч он провел. Что-то типа 30 плюс единоборств. В около 15 отборов был такой матч у Мухина. Там не было именно с отборами хорошо. То есть там были единоборства. Потому что Мухин постоянно в эти единоборства вступал. У него было за матч там по 30 единоборств. Он их часто проигрывал, но он часто в них вступал. И в этом был качество игры Мухина. Почему он смотрелся очень здорово? Потому что ты поставил в опорку Мухина в ромбике. И он все время мешался. Он все время вступал в эти единоборства. На чужой половине поля, на своей половине поля. Он всегда был в центре внимания. Иногда успевал, иногда не успевал. Иногда там желтую карточку получал. И после этого его сразу меняли. Но такого, чтобы было прям 10 отборов, я думаю, что такого матча у него не было. Ну, сейчас, конечно, тяжело будет все матчи проверить. У него было 12 матчей весной в Локомотиве. Но я вот не помню таких цифр. Ну, вот сейчас, в этом сезоне, у него с Ахматом 4 отбора было за тайм. Это неплохо. Но зато потом с Зенитом 1, с Факелом 0, с Нижним 0 и 4 перехвата, с Сочи 2 плюс 2, 2 отбора, 2 перехвата, с Уралом 0 плюс 1. Да, давайте вам врублю стату Мухина. К сожалению, тут очень тяжело на Хускорде смотреть все матчи. Он показывает только этого сезона. Но вот если мы посмотрим дефенсив по сезону 20-21, то мы увидим, что средний у него 3,6 отбора. Да, не к 10 приближается. 3,6 и 1,9 перехвата. Хорошие показатели. 3,6 средний. Это в топе российской премьер-лиги. Вот если мы сейчас посмотрим российскую премьер-лигу, плеер-статистик, и по дефенсив отсортируем по отборам, мы увидим Карпукаса. 4,7 у ближайшего 2,8. Какие вопросы?